Приветствую вас! Я сейчас вам раскрою самую страшную тайну России. Почему обвалился руль? Но не просто раскрою, а что называется правдоматку в глаза с цифрами, фактами по этому видео на русском языке. Ну, чтобы жители России тоже посмотрели. Потому что без зуба щенок Володька Путин ночью традит. Врет, врет, мерзавец, мерзавец. А теперь я покажу цифры. Реальные, настоящие. Мало того, когда я вам говорю, руб обвалится до 120, я не шучу. Я не шучу. Вы думаете, почему российские эксперты говорят, да, мы ждем обвала рубля? Они это тоже видят и понимают, что без зуба щенок врет, а реально совершенно другая. Я вам покажу кусочки платежного баланса. Почему кусочки? Потому что Центробанк Российской Федерации все не показывает. Для тех, кто не знает, платежный баланс это такой документ, который четко показывает, что происходит на валютном рынке. Ну, в данном случае Российской Федерации. Обращаю ваше внимание, в Украине стабильный курс. У нас проблем нет. На валютном рынке. А в России есть. И по этой причине рубль обваливается. И будет обваливаться и дальше. Этот платежный баланс состоит из двух таких главных разделок. Текущий счет и финансовый счет. По ряду обстоятельств на сайте Центробанка Российской Федерации Финансовый счет не печатает. А текущий печатает. Ну, смотрите, чтобы не сказали, что это... А что это такое? Вот, вот, вот. Банк Российской Федерации. Не думайте. Я просто, ну, картиночка. Знаете, смотри. Правильно здесь должно было быть компоненты платежного баланса. Но они показывают только текущий счет. Потому что финансовый счет. Ну, это вот то, что вы всегда красивы. Инвестиции, инвестиции. Да. Это вот финансовый счет. Там колоссальный минус. И по этой причине, ну, на сайте Центробанка Российской Федерации забыли сделать график. Поняли? По этой причине, там колоссальный минус. Текущий вообще платежный баланс Российской Федерации в минусе. В Украине плюс. Вот в Украине плюс. Потому что считается текущий счет платежных операций. Плюс финансовый счет. И дальше получается сальдо. Плюс-минус. В Украине плюс. В России минус. Но так как старается лишний раз про это не говорить, они говорят, ну, вы знаете, вот, не поместилось. График не поместился. График. Не хватило места для финансового счета. Что значит минус по платежному балансу? По баллу рубля. Минус, это значит, валюта убегает. Понимаете? Поэтому минус. Ну, вот смотрите. Валюта перегоняет в офшоры. Минус. Минус. Валюта с помощью разных схем изымают с территории России. Минус. Валюту с помощью разных махинаций вытаскивают с территории России. Минус. По этой причине, ну, не могу вам рассказать про финансовый счет. Нету здесь. А текущий есть. Текущий очень четко показывает, что правильно. Как работают санкции. Смотрите, видите, здесь даты все написано. До войны. Ну, даже до войны. 2021. Война началась. Видите, да? Ну, то есть, вы сами понимаете, что вот чем выше эта стрелочка, тем лучше. То есть, фактически, в начале войны, да, действительно, экспорт России рвал и металл. Ну, это не тайно, в принципе, да. Действительно, нефть продавали и тому подобное. Потом начали вводить санкции. Напоминаю, всем напоминаю, потому что память у вас кроткая, слабенькая. Санкции вводили не одномоментно по этапу. Мало того, санкции, которые касаются продажи нефти и газа, вводили очень медленно. Вы помните? Фактически, Европа и США ввели санкции против России. Против российского нефти и газа, ну, скажем так, в конце года. Ну, там практически осень, даже там некоторые с 1 декабря начали действовать. По той просто причине, что долго торговались, дискуссии. Помните? Вот даже уже хотели ввести санкции на газ, там, положили. На нефть перенесли и так дальше. По этой причине, да, действительно, в начале, вот видите, там, первый квартал. Война только начала. Супер. Трой. Супер. Санкций не было. Но не было санкций на нефть. Не было. Не было. Я напоминаю, не было этих санкций. Потому что все говорят, нет, нет. Санкции начали вводить вот, вот, вот. И вот это вот 2023. Ну, они по кварталам побили. Видите, первый квартал, второй, третий. Что? Обвал. Обвал, обвал, обвал. Принцип, по большому счету, на сегодняшний момент, вот, говорю, текущий счет тоже сальдо считает. И вот, если взять сальдо текущего счета, платежного баланса Российской Федерации за январь-сентябрь 2023 года, пять раз меньше, чем в 2020 году. Пять раз. Нет, я не спорю, здесь профицит. Спорить не буду, здесь профицит. Да, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, Россия еще выруливает. Да, но при этом профицит пять раз меньше. Пять, пять. Вот, вот, когда было много, сейчас все упало. Да, санкции работают. Не, я знаю, знаю, нет, работает. Вот этот график, почему его старается, ну, на сайте Банка России разместили, но по большому счету так стараются про него не вспоминать, не показывать. Почему? Потому что, то есть, видно, что санкции работают. Видно. Видно, что несмотря даже на то, что цена на нефть выросла, Россия ничего с этого не получила. Цена на нефть, нет, цена на нефть сейчас высокая. А в России что? Бал. Колоссальный бал. Смотрите, понятное дело, что экономика России полностью зависит от экспорта нефти. Газа не та. И газа, но нефть и основная. И по большому счету то обстоятельство, что Россия, да, продает нефть, я не спорю, продает. Да, продает за индийские рупии. Самое интересное то, что это платежный баланс пересчитан в доллары. Но здесь рупии тоже учтены. Как это делают? Берут официальный курс Центробанка Индии, у него же есть курс, и они математически пересчитывают. Это не значит, что индийские рупии можно поменять на доллары. Нет, их поменять можно, но только в Индии, и только за разрушение Центробанка Индии. Но для того, чтобы красиво смотреться, они все-таки это считают доллары. Говорят, да, у нас тоже, наверное, что-то можно сделать. Да ничего не здесь сделать. Маленькая ситуация. На сегодняшний момент населечки. Санкции действуют. И хотя без зуба щенок, Павел Вадико Путин вам говорит, не, не, действуют. И платежный баланс, валютный рынок, обвал рубля, это подтверждает. Санкции действуют. Да, вы скажете, постойте, а почему нет 200? Будет, не переживайте. Чтобы правильно поняли, вот исходя из этого графика, вы видите, что произошло, обвал. Да, на сегодняшний момент, там, скажем, жеврит, работает, 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 но генерируются убытки, генерируются проблемы. Тут, смотрите, еще какая интересная ситуация. Ну, вы же понимаете, есть экспорт, но есть импорт. Так вот, импорт в Россию вырос, на сегодняшний момент импорт в России даже больше, чем до войны. Ну, порядок стоит. Ну, и говорят, что это связано с тем, что используются различные, там, схемы нелегального ввоза товаров. Ну, используются. Во-вторых, Россия сильно легла под Китай, очень сильно легла. И даже начала покупать соль в Китае. Не, я понимаю, БТВ, но Китай нагнул, и Россия говорит, все, будем покупать в Китае соль. Да, да, да. Понимаете, получается, какая ситуация? Сейчас Китай, ну, китайская власть может делать все, что угодно с Россией. Любые команды, которые дает Пекин, Кремль выполняет мгновенно. Отдать нефть? Держите. Отдать газ? Держите. Самое интересное то, что, смотрите, опять же, Китай же издевается. Издевается. Вот он за нефть китайский юань не платит. Платит рубли российские. Издевает. Не, безналичный, безналичный. То вы сразу подумаете, что наличный. Не, безналичный. Россия просит хотя бы юань дай. Говорит, нет, рубли. Издевается. Нет, просто издевается. Ну, здесь еще связано с тем, что вы знаете, что все-таки торговля Россия, Китай существует. И часть товаров действительно Китай покупает за рублю. И часть даже продается за рублю. И вот здесь, говорит, я вот нефть только рублями рассчитываю. Нет. Газ, ну, вы слышали, сам Путин сказал, что дисконт 70%. На нефть тоже дисконт есть, не удивляйтесь. Тоже продается не за рыночной цене, а дешево. Но за газ, за газ вообще Китай не платит. Нет, я не шучу. Это официальный сообщитель. По бартеру. По бартеру. То есть, понимаете, на Китай просто издевается. Нет, в платежном балансе это все отражается. Ну, то есть, бартер тоже. И по этой причине почему импорт вырос? Поняли? Партер. Ну, грубо говоря, Китай, да. Газ это экспорт. Тут же Китай говорит, вы обязаны нас забрать. Вот это, вот это, вот это, вот это. Импорт. Вот так как. По этой причине импорт вырос. И сейчас получилось, экспорт России обвалился. Экспорт упал в деньгах 8 раз. Если сравнить с 2022 годом. Опять же, 9 месяцев в 2023, 9 месяцев в 2022. Но, импорт вырос. А России деваться некуда. Китай просто говорит, условия ставят, что вы должны это брать. Все. Но вы сами понимаете, что в Китае есть, конечно, техника, которая и вообще вещи, которые делаются под европейские бренды, по заказу европейских, это туда не идет. Но есть очень много китайских товаров, которые, ну, нельзя продать. Не в США, не в Европе, даже в Африке. И вот они эти товары отправляют в Россию. То есть, грубо говоря, вот этот такой ширпотреб, который, ну, порядок обстоятельств, сложный, они отправляют в Россию. А Россия не может отказаться. Не может. Она действительно набирает. То есть, грубо говоря, мало того, что, ладно, там, бытовая техника, одежда, обувь, причем качество очень низкого. Ну, вперед, 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 вперед. А так это работает. И да, на сегодняшний момент платежный баланс Российской Федерации, дырка, колоссально. Она каждый квартал увеличивается. По этой причине еще разрубачивает. Вот здесь таблички не было. Не было. Потому что, ну, вы понимаете, вот сейчас табличка будет и минус. Некрасиво как-то, правда. А то общий фраз, общий фраз. И по этой причине, да, обвал рубля. Поймите, обвал рубля же не потому произошел, что, ну, какие-то там, а потому что ситуация на валютном рынке России критическая. Понимаете? По этой причине обвал рубля. И по этой причине, когда говорят, что обвал будет продолжаться, да, будет продолжаться. Вы же понимаете, что получилась ситуация, что Россия экспорт обвалился. Даже несмотря на то, что цена на нефть выросла, выросла. Все равно импорт вырос. А вот эти все красивые слова инвестиции убегают. Не, ну, поймите, на сегодняшний момент действительно. Надо дать должное на БУЛ, она сильно закручивает гайки, чтобы деньги не убегали в офшоп. Это правда. Очень сильно. Она закручивает, ищут новые варианты, чтобы правильно. Она и там закручивает, они еще новые. То есть, ну, понятно, как борьба идет, идет борьба. Но деньги не убегают. Под разными видами. Там еще интересная ситуация, что, ну, есть такое понятие, как инвестиции. Да? Да. Чем сейчас развлекаются российские бизнесмены? Знаете, инвестиции в виде задолженности. Как это? Ну, инвестиции в виде задолженности? В виде дебюторской... В виде товарной задолженности. Что они делают? Они делают псевдо-долг несуществующий. А потом под видом переправляют их за границу. Понимаете? То есть, несущие дозы... Ну, нет этого товара. То есть, делают псевдо и подгоняют. Потому что на сегодняшний момент, ну, уже из 2022 года, фактически Центробанк заблокировал инвестиционные операции. То есть, если раньше предприятие могло взять, ну, скажем так, валюту и инвестировать бизнес за границу, сейчас, стоп, нельзя. Если раньше предприятие могло действительно, что называется, купить какой-то там бизнес. Нельзя. Сейчас, грубо говоря, даже, ну, от облигации государственные, три стран, нельзя. То есть, перекрыли все, что такое может. Банки даже прикрыли. Вот раньше банки могли, ну, давать кредит другому банку. Или брать кредит другого банка. Сейчас все под жестким контролем. Только после разрешения. Еще контроля, контроля, то есть, не работает. Абсолютно. Так что, вот такая вот ситуация. По этой причине, когда беззубый щенок, Володь Капуль говорит, ну, курс, это нормально, что падает. Да, не нормально, что падает. Говорит то, что валютный рынок России полностью разваливается на глазах. Полностью. И будет валиться дальше. Ситуация ухудшается. Вот практически каждый квартал, каждый, вот смотрите, если так брать только, видите, вот смотрите, вот. Каждый квартал ухудшается, каждый. Вот видите, доводи, что было. Так что, ну что, будет курс 200 рублей? Не, будет, будет. Только не на следующей неделе. Ну, будет это, значит. Просто сейчас действительно там 100 взяли рубеж, там 120, 130, 150. Понимаете, тут как бы платежный баланс ухудшается и девальвация рубля, девальвация рубля, девальвация рубля. Импорта больше, 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 больше. Да, добавались, добавались. Еще раз говорю. В Украине за 9 месяцев профицит платежный баланс, а не дефицит. Профицит это когда прошло больше валюты. Серьезно. А в России минус. Я бы не могу показать по табличке, там минус колоссальный. По этой причине Центрмана Российской Федерации случайно не разместил табличку. Логично. Очень правильное решение. Я бы видел, пальцем показал бы так с размахом. Все. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok